Доброго времени суток! С вами Таня и Технокухня на 8-м Иркутском канале. И вот, что вы сегодня увидите. iPhone 5. Великий и ужасный. Все новинки с форума IDF 2012 из Калифорнии. Что показали в тестах новые видеокарты NVIDIA. Ubisoft выпустит настоящий томогавк для поклонников игры Assassin's Creed 3. Пожалуй, самая ожидаемая новинка iPhone 5 от Apple. Хотя лучший телефончик в мире был представлен на прошлой неделе, официальный старт и продаж намечены только на 28 сентября в США, Европе и странах Прибалтики. В Россию аппарат официально приедет в лучшем случае к концу года. Неофициально телефончики поступают уже сейчас, правда по ценам свыше 35 тысяч рублей. В то время как на родине в США iPhone 5 стоит от 6200 рублей, но с контрактом от оператора, чего у нас, увы, нет. Диагональ дисплея нового iPhone увеличена на полдюйма и теперь составляет 4 дюйма. Разрешение по горизонтали осталось прежним – 640 точек, но по вертикали оно выросло с 960 до 1136 точек. Это позволило добавить дополнительную строку иконок на экране главного меню. Процессор новый, двухъядерный A6 и производительность его до двух раз выше, чем у предыдущего iPhone. Монолитная задняя крышка выполнена из металла, а не из стекла, как прежде. Она одновременно является и антенной для сотовой связи и LTE. Весит устройство 112 граммов, на 20% меньше iPhone 4s. Толщина составляет 7,6 мм, что на 18% тоньше, чем у предшественника. В режиме ожидания смартфон способен продержаться без подзарядки 225 часов или почти 10 суток. В режиме воспроизведения видео – 10 часов, а в режиме разговора при подключении к 3G – 8 часов. А еще одна особенность – сим-карты нового поколения, которые получили название Nano SIM. Смартфон станет первым iPhone, работающий в высокоскоростных сотовых LTE-сетях. При этом устройство будет поддерживать сети в разных частях света, а не только в Северной Америке, как ранее. Яблоки – это, конечно же, хорошо, но одними ими сыт не будешь. Так что за новыми продуктами отправляемся в штаб Калифорния, Сан-Франциско, где только что прошел IDF Forum. Samsung показала модуль памяти DDR4 для настольных компьютеров. В общем, скоро у нас будут планочки емкостью 16 ГБ с частотой от 2133 МГц и выше. Напряжение всего 1,2 В. Красота! Lenovo представила моноблочный компьютер Idea Center A720. Его фича в том, что он имеет 27-дюймовый экран, поддерживающий технологию Multi-Touch. Подставка монитора позволяет использовать девайс в горизонтальном положении. Он становится похожим более на планшет, нежели на ПК. Panasonic привезла на выставку чудо-проекторы, полностью умещающиеся в ультрабуки. Такой проектор может выводить изображение 854 на 480 пикселей с плотностью светового потока в 50 люмен, потребляя всего 9 Вт в час. Хозяйка IDF 2012, корпорация Intel, представила торговый автомат нового поколения на основе процессора Core i7. Для извлечения холодного напитка нужно подружиться с 46-дюймовым сенсорным экраном, выбрать емкость и тип колы. Заодно можно сделать фото и отправить его по e-mail. Между тем, хитрые автоматы будут собирать данные популярности того или иного напитка. Маркетинг, одним словом. Пока Intel развлекается с газировкой, конкурент корпорации AMD вынашивает планы по созданию новых суперпроцессоров для настольных систем. Следом за бульдозером с интервалом в один год нас порадуют копером, пайл-драйвер, машиной для забивания свай, паровым катком, стимроллер и экскаватором, экскавейтер. Судя по графику, разработчики рассчитывают ежегодно повышать соотношение производительности и энергопотребления фирменных чипов на 10-15%. Этого можно добиться путем перехода на более тонкий техпроцесс. Кроме того, оптимизациями существующей архитектуры, такими как выполнение большего числа инструкций за такт. В итоге быстродействие центральных процессоров AMD может вырасти на величину вплоть до 50% за 3-3,5 года. В серверном сегменте на основе стимроллер выйдут 24-ядерные серверные процессоры, а на основе экскавейтер – 28-ядерные. В четвертом квартале текущего года состоится анонс 12-и и 16-ядерных Аптерон 6200. Экскаваторы, бульдозеры, а подъемного крана случайно не будет? Ах да, мы же вам обещали рассказать про Kindle Fire HD. Получите, распишитесь. Amazon представила семейство планшетов Kindle Fire HD. В составе линейки два представителя. Изделия, выполненные в едином стиле, работают под Android 4.0, но различаются размерами и процессорами. Младшая 7-дюймовая модель разрешением 1280 на 800 точек. Включает в себя двухъядерный процессор частотой 1,2 ГГц и графический ускоритель PowerVR SGX540. Есть и Bluetooth, HD веб-камера, microUSB и microHDMI. Старшая 8,9-дюймовая модель имеет разрешение 1920 на 1200 точек. Включает в себя двухъядерный процессор частотой 1,5 ГГц и, естественно, ускоритель. Встроенный флеш-памяти уже 64, а не 32 или 16 ГБ, как в предыдущем случае. В остальном модели схожие. Разве что старшая предлагает варианты с поддержкой сетей LTE. Цены приемлемые, от 200 и 300 долларов за 7,8,9-дюймовые модели соответственно. Корпорация NVIDIA представила видеокарты GeForce GTX660 и GTX650. Обе модели изготовлены на печатных платах под 16-скоростную шину PCI-Express 3.0, совместимые с DirectX 11. Для подключения к блоку питания предусмотрен 1,6-контактный разъем. Каждая из них поддерживает режим адаптивной синхронизации, технологии CUDA, PHYSICS и 3D VISION. GeForce GTX660 может похвастаться возможностью объединения в SLI-режим. Что до производительности, то GTX650 так и не дотягивает до 550 Ti, соревнуясь только лишь с Radeon HD 7750. А GTX660 оказалась практически равной GTX570, что очень даже неплохо для такой тихой и короткой карточки. Компания Nikon официально представила 24,3-мегапиксельную модель D600. Это одна из самых компактных на сегодня полнокадровых цифровых зеркальных фотокамер для энтузиастов. Диапазон чувствительности от 50 до 25600 единиц ISO. Затвор рассчитан в среднем на 150 тысяч безотказных срабатываний. А нам вот что интересно. Можно вести видеосъемку с разрешением 1920 на 1080 пикселей или Full HD. Интерфейс, правда, USB 2.0, а не USB 3.0. Зато опционально может быть реализована поддержка GPS и Wi-Fi посредством соответствующих модулей. Продажу Nikon D600 поступит 18 сентября текущего года по цене 2100 долларов без объектива. Когда же наконец будут игры? Спросите вы. А вот сейчас мы их и запустим. Брум-бум-бум-бум-бум. Irrational Games анонсировала релиз книги с концепт-артами к игре Bioshock Infinite. Томик из 184 страниц поделится с нами набросками персонажей и другими изображениями художников команды разработчиков. Книга появится на свет 27 февраля, на следующий день после релиза игры. Electronic Arts анонсировала первое дополнение к игре Medal of Honor Warfighter под названием Hunt. В дополнении появится несколько карт, основанных на локациях из фильма Нулевая Видимость 30, в котором американский спецотряд отправился на уничтожение Бен Ладена. Апдейт появится на свет 17 декабря и будет бесплатным для игроков, оформивших предварительный заказ Medal of Honor Warfighter. Для тех, кто заранее приобретает Assassin's Creed 3, тоже будет подарок в виде одной из бонусных миссий, в которой Конор отправится в Мексику. Обладатели предварительного заказа смогут ринуться на поиски сокровищ в руинах древнего города Майя. В миссии игроки отыщут легендарный меч Капитана Кида, затерянный в самом сердце жгучей страны. Меч послужит альтернативой томогавку Конора и позволит игрокам еще эффективнее справляться с противниками. Кстати, настоящие фанаты смогут купить в самом деле что томогавки из игры. Тот самый 50-сантиметровый топорик, которым герой будет расчищать свой путь к победе американцев. Диск с игрой в комплект не входит, а скальпель вашего недруга вы снимите сами. Если вы увидите, что на улице кто-то подпрыгивает к вам с топориком, смело пристрелите его, а мы отправляемся в лабораторию. Сегодня у нас обзор трех новинок рынка. Первым идет USB-вентилятор от Enermax. О подобных устройствах мы слышим редко. Вентилятор интересен не только подключением. На рамку надет резиновый чехол, гасящий вибрацию. Также мы видим металлическую сетчатую панель, защищающую пальцы пользователя от травм. Вентилятор предполагается ставить не только на столе для обдува владельца. Его можно разместить в любом месте корпуса или с наружной его стороны. Решетку можно установить и с другой стороны закрепив винтиками. Подключив вентилятор, мы ощутим шум в 34 дБ с 1 метра, что соответствует фону в комнате. Обдув при этом достаточно сильный. Вполне спасет от духоты. Цена порядка 22 долларов США или 640 рублей. Вторая новинка Thermaltake Black X Duet 5G. Этот мобилрек интересен тем, что не нужно разбирать коробку. Достаточно просто вставить винчестер в девайс. Есть возможность использовать сразу два винчестера, как обычного, так и ноутбучного формата. Можно запустить в системе два накопителя одновременно. Переброс данных ведется через USB 3.0 кабель. Таким образом, скорость обмена прекрасная. Вы же 100 Мб в секунду. В качестве бонуса прорезиненные чехольчики, также помогающие быстро вытаскивать накопители, не боясь как-либо повредить их. Цена в России от 1200 рублей. Третий герой нашего обзора является ответом на вопрос, как лучше использовать свободные внешние 5-дюймовые отсеки корпуса. Есть изящное решение, которое экономит вам кучу времени и нервов при подключении внешних винчестеров. Помимо этого, есть два выносных USB 3.0 порта. Для верхнего отсека придумана своя фишка. Закрытие на ключик плюс персональная кнопка включения-выключения питания. В девайсе нам нравится тонкая, но прочная, легкая и красивая хай-тек алюминиевая конструкция. Причем сделана она не абы как. Она посажена на виброгасители. Браво! Цена Max 4 Duo 2000 рублей. Но это того стоит. На этом у нас все. Увидимся в новом выпуске здесь, на восьмом канале. Помните, совсем недавно мы рассказывали о новом видеокулере от ProLimatec. MK26 прибыл на тесты. И совсем скоро ждите обзор. Продолжение следует... Продолжение следует...